Дмитрий Бивол сделал это. А ведь многие в него не верили. Но как? Андердогу, шансы которого оценивались как 5 к 1, удалось потрясти весь спортивный мир. Какой ультиматум поставил россиянин Альваресу и как отреагировал мир бокса на шокирующее поражение мексиканца. Это, а также многое другое вы узнаете в этом детальном обзоре не только боя, но и целого вечера Канелу Бивол. Так что поехали. Итак, начнем. Несмотря на чужую весовую категорию, фаворитом данного мега-поединка все равно оставался Альварес, что неудивительно, учитывая его достижения и блестящую форму. Однако Бивол точно не должен был стать легкой прогулкой. За россиянина говорили габариты, а также уникальная техника. Особенно горячо в Бивола верили соотечественники, уверенные, что Дмитрий станет сложнейшим соперником в карьере Канелу. И по итогу они были правы. Для Альвареса ничто не предвещало беды. Мексиканец уверенно под овации публики вышел на ринг. Тогда как Бивола публика освистала. Но уроженцу Кургызстана на это было все равно. Он собранный, с невозмутимым лицом, шел по арене, готовый потрясти бокс. Соперники начали данный поединок без раскачки. Как россияне, так и мексиканец ярко атаковали длинными сериями силовых ударов. Другое дело, что почти все они летели в блок. Ведь оба боксера защищались очень грамотно. В ринге стало заметно, насколько серьезно и убивало преимущество в габаритах. Дмитрий выглядел заметно выше и старался использовать свои длинные руки. А в особенности джебы, которые смело, можно сказать, задали темп данного боя. Впрочем, это не пугало Канелу, смело шедшего вперед и выбрасывавшего хуки. И тут нужно отметить один из коварных приемов Альвареса, который, если ему не удается сломать блок соперника, начинает колотить по рукам своего визави. Что он и делал по ходу всего боя. Мексиканец старался доминировать, но в отличие от россиянина, попадал редко. А вот скоростные серии Бивола регулярно доходили до цели. Хотя и не были такими мощными, нежели у оппонента. После трех раундов Дмитрий лидировал на судейских карточках со счетом 29-28. Хотя у трибун горячо поддерживавших Сауля и встречавших овациями. Каждый его удар было другое мнение. В пятом раунде болельщикам пришлось замолчать. Бивол зажал соперника у канатов и выкидывал жесткие серии. Большая часть которых попадала в голову Канелу. Отлично отработав по этажам, Дмитрий отошел. Хотя Альварес и звал его порубиться. Россиянин вообще действовал очень вдумчиво, абсолютно не поддаваясь эмоциям. Его стиль походил на любительский. В его лучших проявлениях много движений и ударов. Отсутствие нацеленности только на нокаут. Это удивительно, но Канелу даже отставал в скорости. Пока он размашисто выкидывал свои боковые, Бивол успевал ловить его жесткими встречными ударами. Восьмому раунду россиянин выглядел уверенным лидером боя. Хотя не стеснялся периодически экономить свои силы в защите. Не очень понятными были действия рефери, который периодически тормозил Диму, откровенно придиряясь к его действиям. Девятый раунд получился равным, что наверняка позволило судьям отдать его Альваресу. Оба боксера чуть сбавили темп, опасаясь просесть в концовке боя. В том же стиле прошел и 10 раунд, зато там уже Бивол снова железно выглядел лучше. Он будто уже не опасался мощи мексиканца, который просто не понимал, что делать со скоростным и блестяще защищающимся россиянином. Всем стало понятно, что спасти Сауля мог только нокаут. Однако в 12 раунде он снова выглядел бледной тенью самого себя. Дима же был просто прекрасен, буквально преподав сопернику урок бокса, гоняя мексиканца по рингу. На этом бой закончился. Дело было за судьями, которые хоть и отдали победу единогласным решениям судей, но выставили абсурдный счет 115-113 в пользу россиянина. Тогда как, по мнению большинства экспертов, это был уверенный 118-111. Но это уже не важно, ведь россиянин одержал главную победу в своей карьере. После данного боя Дмитрий Бивол заявил следующее. Он выбрасывал только силовые удары с вложением, и после них он немного уставал. Канело хорошо дерется, когда он контрпанчер, но я заставлял его идти вперед, и я сам стал контрпанчером. Вот был ключ к победе. С самого начала боя я видел все его удары, видел, что он хочет сделать, и отдавал ему вкладываться в эти сильные удары, а потом сразу отвечал, когда он уставал. У меня были спарринг-партнеры, которые работали в такой же манере. Я почувствовал силу ударов Канело. У него есть сила, есть скорость, есть чувствительность, но у кого-то есть прирожденная сила. У меня нет ее. Я могу ударить сильно, когда сосредоточенно захочу это сделать. Но некоторые есть люди, которые просто руки бросают, и у них уже очень жесткие кулаки. Прям есть природная сила. У Канело я не почувствовал, что у него есть природная сила именно для этого веса. Он именно прям старался зарядиться и вложиться. Это не природная сила. Если мой оппонент лучший, я и сам становлюсь лучше. Я не ожидал, что он будет еще лучше. Я знал, что он таким и будет, каким был. Я верил в себя. Я знал, что он будет заряжаться в удары. Будет бить мне по корпусу, по руке. Будет бить левый кук. Я ожидал этого, и это произошло, заявил наш герой. И тут, конечно же, не могло обойтись без вопросов о реванше, на который Бивол дал четкий ответ, заявив, что готов ко второму бою, однако диктовать условия будет он. В моих последних боях я не наслаждался процессом, потому что они не были для меня вызовом. Я защищал пояс против каких-то ребят, и все ставили на меня. А сегодня я наслаждался. Слышал, как многие болельщики кричали, и это мотивировало меня. Я наслаждался. Я принял этот бой без каких-либо условий. Но если говорить о ремаче, то давайте договариваться. Но уже другие условия. Я всю неделю перед этим боем сидел в моем номере отеля, и мне было скучно. Я никуда не выходил из номера. Устал от этого. Было слишком большое внимание к бою. Когда он выходил на ринг, я слышал, как кричала публика. Меня это зарядило. Я наслаждался. У меня есть послание всем, кто ставил на меня сегодня деньги. Мои поздравления, парни, заявил Дмитрий Бивол. Ну а теперь давайте обсудим реакцию боксерского мира на победу россиянина. Чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни. Боксер всегда побеждает. Канелу тоже боксер, но он во многом полагался на свою силу. Легенда бокса, а также бывший соперник Канелу Сергей Ковалев. Ну все, победа. Диман красавчик. Увидел рыжего. Убей. Легендарный эксперт бокса Тетти Атлас. Ну что ж, они хотели ограбить Бивола, держа его рядом, но не смогли. Бой был не таким и близким. Если они грабят Бивола, то можно заканчивать с этим видом спорта. Один из лучших боксеров вне зависимости от веса Теренс Крофурт. Канелу проиграл. Все кончено, потому что ему не удалось отправить Бивола в нокаут. Мы знаем, кто сейчас номер один. Наш бывший герой выпуска Рэн Гарсия. Поздравляю, Бивол. Ты прекрасный, целеустремленный и дисциплинированный боец. Отличное выступление. Бывший чемпион мира Шон Порта. Бивол официально стал третьим боксером, который побил Канелу. Восходящая звезда бокса Шакур Стивенсон. Все кончено. Канелу проиграл. Навыки оплачивают щита. Ты можешь быть самым сильным бойцом на планете, но если ты обладаешь навыками, и ты лучший как боец, ты покажешь шоу. Уважение Канелу он рисковал, принимая этот бой. Эксперт бокса Макс Келлерман. То, что только что произошло в ринге, это не сюрприз. Это был самый сложный поединок для победы, который Канелу мог принять в полутяжелом весе. Легендарный Костя Цзю. Дмитрий сегодня показал, что он молодец. Я очень рад за него. Но Альварес не зря считается лучшим пау-фу-пау-боксером. Мексиканец попробует что-то сделать в следующий раз. Я надеюсь, в этот момент и Дмитрий что-то новое придумает. Если этот бой состоится, Бивол выиграет матч-реванш. Ну а Флойд Мейвезер и вовсе сумел хорошенько заработать в этот вечер, так как он поставил хорошенькую сумму на победу Бивола. Итог. Своей победой уроженец Кыргызстана доказал одну простую истину. Неважно, верят в тебя люди или нет, главное не переставать верить в себя. Теперь наш герой имеет полное право диктовать свои условия мексиканцу. Я уверен, если реванш состоится, он сумеет заработать не только себе, но и своим правнукам. Чего я ему искренне желаю. Ну а что дальше? А дальше нас ждут увлекательные противостояния и попытки с его стороны объединить все титулы в этом дивизионе. Ну а это уже совсем другая история. Данияр, слушай, ну есть получается путь от Токмака к Вегасу, да? Надо пахать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!